Здравствуйте! Сегодня я научу вас тому, как загрузить закрепленных за коровами быков в Dericomp. Для этого нам нужно открыть Dericomp и открыть Excel файл, в котором у нас будет находиться информация о быках. Создать 4 столбца, таких как приведены сейчас на экране. Первый столбец это номер ID коровы, второй столбец это первый бык закрепления, третий столбец это второй бык закрепления и четвертый столбец это третий бык закрепления. После чего нужно привести в нормальный для загрузки вид. Итак, первый столбец мы называем ID, второй столбец SIR1 это первый бык закрепления. Второй бык закрепления называется SIR2 и третий бык закрепления называется SIR3. После чего обязательно нужно удалить пробелы. Для этого мы на клавиатуре нажимаем Ctrl H, в графе найти ставим пробел, в графе заменить на ничего не ставим, нажимаем заменить все. У нас было сделано 9 замен, после чего мы сохраняем наш файл в формате CSV в любую удобную для вас папку. Я сохраню на рабочий стол, формат CSV и назову его закрепление. Закрепление быков. Здесь мы нажимаем да, после чего закрываем наш файл, нажимаем не сохранять, открываем программу DaryComp и в строке команда вводим следующую команду. Саму команду я обязательно прикреплю в описание под видео. Выглядит она следующим образом. FileIn, ID, SIR1, SIR2 и SIR3. И ставим ключ C. Но сейчас у нас загрузка не произойдет, так как скорее всего у вас нет третьего быка закрепления. Этот пункт нам нужно будет добавить. Если у вас он не будет добавлен, то после того, как вы нажмете Enter, он будет ругаться, что у нас существует неизвестный пункт SIR3. Для этого мы влеваем столбце, переходим в систему, опции, пункты и здесь нажимаем добавить пункт. Называем мы его SIR3. Тип пункта, это всегда 19 тип, тип быки. Описание. Третий. Бык закрепления. После чего мы сохраняем, нажимаем да, бык 3, сохранить. После этого мы можем спокойно загружать нужные нам закрепления. Команда вся та же самая. Файл in id sr1, sr2, sr3 и ключ c. Нажимаем Enter. Он предлагает нам выбрать файл. Мы файл назвали закрепление быков. Вот он у нас находится. Нажимаем Enter. И закрепления у нас прошли успешно. Для того, чтобы это проверить, мы используем команду show. show id sr1, sr2, sr3. Как мы видим, закрепления были успешно загружены. На этом все. Всего доброго.